Продолжаем выпуск. Скандал недели распространения в популярных пабликах информации о резком повышении оплаты за обучение в довузовских центрах Дальневосточного Федерального Университета. В минувшие выходные в интернете появились сообщения о том, что для учеников гимназии ДВФУ стоимость образования поднимется в два раза и будет составлять 160 тысяч в год. Сейчас эта цифра 75 тысяч. Информация вызвала бурный резонанс и широкое обсуждение. Причем крайне эмоциональное обсуждение. Через несколько дней появились сообщения о том, что Федеральный Университет будет поднимать цену, но повышение окажется не таким серьезным. И снова общественный резонанс в сетях. Что на самом деле будет со стоимостью обучения в гимназиях и колледжах ведущего вуза Дальнего Востока? Будет ли поставлен финансовый барьер детям? У нас в студии очная ставка родителей и преподавателей. Слева от меня Ирина Доронина, представитель Рыбинского комитета гимназии ДВФУ. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Справа от меня Оксана Мартыненко, советник ректора Дальневосточного Федерального Университета. Здравствуйте, Оксана. Ирина, первый вопрос к вам. Кто у вас учится в Дальневосточном Федеральном Университете? Как регламентируется оплата? Есть ли договоры? Что, собственно говоря, в нем прописано относительно тех или иных финансовых условий? У меня учится там старший сын. Учимся мы на договорной основе. Договор заключается с начальной школой, а далее договор перезаключается до 10 класса. Сколько платите? Сейчас 75 тысяч мы платим. Но так как мы заканчиваем начальную школу, при переходе в 5 класс мы заключаем новый договор. И тут мы пока не знаем, сколько мы будем платить. Когда вы узнали о том, что предстоит повышение или возможное повышение, как развивались события? У нас было собрание общегимназийское, где на нем озвучил директор наш. Сумма в 160 тысяч рублей. То есть это в 2 раза выше. Когда это было? Это было в прошлую пятницу число. Чем мотивировал? Ничем. Сказал, просто сказал, мы повышаем цену. Будет повышение, да, вот такое существенное. С какого числа? Для вновь заключающих договоров. Он сразу сказал, для вновь заключающих договоров. Я объясню, почему я специально упоминаю эту ремарку. Потому что, когда я изучал этот вопрос, звучала информация о том, что для всех будет повышена цена. Нет. Только для тех, кто вновь заключает договор. А это попадают первые классы, соответственно, пятый и десятый. Все остальные будут учиться по старым ценам. Понятно. Ну вот здесь сразу мы вносим ремарку в тот вал информационных сообщений, который был изначально. То есть на самом деле речь идет только о вновь заключающих договорах. Хорошо. Вас почему это заботит? Ну, во-первых, ребенок переходит из четвертого в пятый. Во-вторых, следующий. То есть договор уже закончился, и поэтому будет заключение нового договора. И вы попадаете в эту категорию. Вообще бардак с этими договорами. Честно, я не могу понять, почему так. И плюс в следующем году я отправляю второго сына. Мы в этом году идем на подготовку также в гимназию. И в девятнадцатом году планируется второго ребенка отдать туда же. На подходе третий. Понятно. Оксана, скажите, ну, во-первых, почему такое резкое повышение цен? С чем связано? Почему именно сейчас? И, собственно говоря, почему по вновь заключаемым договорам? Значит, понятное дело, что родителям, вот и вам в частности, не очень понятно, почему при переходе из четвертого в пятый, а далее из девятого в десятый происходит перезаключение договора. На самом деле это очень обоснованно. И спасибо вам за вашу информацию о том, что вам непонятно. Вероятно, нам нужно это в большей степени доносить до родителей. Но это, опять же, 273-й закон об образовании в Российской Федерации. Наше школьное образование по законодательству состоит из трех уровней. Это начальная общая, основная общая с пятого по девятый, и средняя общая – это десятый и одиннадцатый классы. Каждая из этих программ автономна. Если вы заглянете в лицензию свидетельства о аккредитации, вы увидите там три строчки. И, соответственно, опять же, в соответствии с законодательством договор может быть заключен только на образовательную программу. Не на школу в целом, а на образовательную программу. Скажите, почему такое резкое повышение цен с 75 до 160 тысяч? А я вам скажу, что я ничего не знаю о повышении цен ни о резком, ни о плавном, ни о каком-либо другом. Просто по одной простой причине. Потому что повышение цен или вообще установление цен производится приказом. Это тоже требование закона. Такого приказа в Дальневосточном федеральном университете до сегодняшнего дня не издано. Извините, ваш директор, судя по словам госпожи Мартыненко, проявил излишнюю самостоятельность. Но директору тоже был объявлен. И сам озвучил цену. Я правильно понимаю? Вы меня извините, я утрену, но тем не менее. Мне, если говорить строго, то вы правы, Дмитрий. Но нам, конечно же, не хочется здесь директора ставить в неправильное положение, в неловкое положение. Директор гимназии – это очень уважаемый человек, как и сама гимназия, в которой учатся дети мои уважаемые оппонентки. Тем более и второго, и третьего вы планируете туда привезти. Это тоже о чем-то говорит. Так вот, вероятно, тут возникла некоторая путаница понятия. Университет действительно обсуждалось на совете директоров образовательных наших подразделений, наших школ, гимназий, обсуждался вопрос о том, что у нас произведен расчет себестоимости обучения. И себестоимость обучения действительно конкретно в гимназии примерно оказалась на уровне с 16 до 18 тысяч рублей в зависимости от ступени. То есть университет сейчас четко понимает, что он учит детей, но говоря по-бизнесомому, в минус для себя. То есть мы реализуем эту свою миссию, мы действительно учим детей в школах, и детей талантливых и прекрасных, с мотивированными родителями, но делаем это существенно ниже себестоимости. Оксана, резюмирую. Я правильно понимаю, расчет себестоимости был, но приказового повышения не было? Правильно. Вы знаете, я тогда процитирую сообщение сайта Прима Медиа, датировано 16 мая. Стоимость обучения в довузовских учреждениях ДВФУ для большинства учеников увеличится на 3200 рублей, для вновь поступающих на 37-64 тысячи рублей в зависимости от класса зачисления. Приказа нет, информация есть и публикации на сайтах информационных тоже уже есть. Как вы это объясните? Ну, вероятно, этот вопрос нужно задать тем сайтам, которые публикуют. Мы не можем нести ответственность за то, что они публикуют. Хорошо. Скажите, вы изучали вообще рынок? Что называется, вот эта вот цена, она в рынке или нет? И насколько та стоимость образования соответствует тем услугам, которые вы получаете? Я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что в нашей гимназии обучаются дети среднего достатка. Те, кто не может позволить учиться в элитных школах. Но элитные школы, в тот же ВГУЭС, где стоимость около 20 тысяч в месяц, она оправдана. Дети имеют полный пансион, имеют прекрасные классы, интерактивные доски, которых у нас не во всех классах, извините, есть. Плюс имеют возможность посещать бассейн. Ну, то есть вы понимаете, да, что цена там сопоставима. 17-18 тысяч рублей в нашей гимназии не сопоставима. У нас даже столовой нет. Мы ходим в столовую на улицу, дети ходят туда. Вы знаете, я дублирую вопрос. Насколько цена соответствует тем образовательным услугам, которые оказывают довузовские учреждения Дальневосточного федерального университета? Сейчас Дальневосточный федеральный университет очень много средств и сил вкладывает в то, чтобы система довузовского образования работала на очень высоком уровне. На том уровне, который достоин уровня университета. К сожалению, у нас наследие, так скажем, прошлых времен еще есть, и не все эти проблемы преодолены. Но сейчас ведется действительно очень серьезная работа и вкладываются, я замечу, не родительские средства, а собственные средства университета совершенно из иных источников. И это решение ректора, что должно быть так, для того, чтобы условия во всех структурных подразделениях, во всех школах были очень и очень достойными. Если действительно произойдет повышение цен, ваши дети уйдут из этого учебного заведения? А если уйдут, то куда пойдут? Вы знаете, такой сложный вопрос. Ребенок поручился со своими детьми, у нас очень дружный класс, 4 года. Для меня и для него это очень тяжело взять и уйти. И я на самом деле еще, можно я от себя добавлю, дело в том, что вот такая небольшая плата в год, на самом деле 7,5 тысяч, многие родители могли себе позволить и в том числе платить материнским капиталом. В нашей гимназии создавало такие комфортные условия, дети учились совершенно разные. Вы противоречите себе, сначала вы говорите, что учиться не очень комфортно, нет, 1, 2, 3, 4, сейчас утверждаете, что наоборот комфортные. Определитесь с показаниями. Нет, вы меня неправильно понимаете. Просто в нашей гимназии учились дети разные. Те, кто мог себе позволить такую стоимость. Когда стоимость такая вырастет, не будет таких разных детей. Вы понимаете, это будет приравнено как бы к элитной школе. Ирина, вы знаете, я специально разместил в социальных сетях анонс нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней беседы, и там прозвучала вот какая фраза. Богатые тоже плачут, пусть идут в нормальные муниципальные образовательные учреждения, и там учатся. Но это не совсем так. Почему? Почему вы меня от своих детей не отправили в обычную среднюю муниципальную образовательную школу? Потому что наша гимназия дает достойное образование, достаточно сильная школа, хороший преподавательский состав, и главное, у нас нет текучки преподавателей. То есть стабильно. Скажите, если повысится цена, вот эти вот дополнительные доходы, они куда пойдут? Они пойдут в том числе и на повышение зарплаты преподавателей, на покупку интерактивных досок, на закупку дополнительных учебных пособий и так далее и тому подобное. Зарплата преподавателей будет повышаться в любом случае, потому что у нас, так же, как и у всей страны, есть дорожная карта, которой мы следуем. И преподаватели ДВФУ, как сказала собеседница, очень достойные люди, достойные профессионалы своего дела. И, конечно же, мы должны поддерживать их достойный уровень зарплаты. Но интерактивные доски, оборудование и все прочее в любом случае будут приобретаться, независимо ни от чего. Но позиция ректората на сегодняшний день такая. Да, у нас есть в университете такая ценность, как наше довузовское образование. Наши очень достойные с историей и со своими традициями подразделения. И нам очень важно удержать эту планку. И при этом нам очень важно удержать позицию доступности, качественного образования для населения города Владивостока и Приморского края. На сегодня все. Если у вас есть информация, которая может заинтересовать наших журналистов, звоните, сообщайте. Телефон редакции вы видите сейчас на экранах. Также связаться с нами можно в популярных социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте. Всего хорошего. Увидимся на следующей неделе. Берегите себя.